всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале самопознания сегодня мы с вами будем рассматривать тему что хочет моя душа у нас с вами будет три позиции я хочу сразу сказать о том что кто еще не подписан на мой канал подписывайтесь и не забывайте ставить колокольчик потому что а я зашла в аналитику и посмотрела что очень много людей кто смотрит мой канал не нажали на колокольчик этим самым не получает уведомление о том что вышел мой новый мой расклад вот это вот это то что я хотел а еще один момент касательно консультации меня спрашивают часто да хоть я всегда почти в каждом раскладе говорю о том что вся необходимая информация для вас есть в описании под любым моим видео достаточно нажать на ссылку где написано списание моих услуг там полностью все написано то есть зайдите почитайте очень внимательно есть обязательно там пункта инструкция как консультации от почитайте и и то есть если вы не будете отвечать мне на вопросы предварительные в письме который я прошу вас ответить в данной инструкции я проводить не буду консультацию потому что я достаточно серьезно отношусь к своей работе и прежде чем мне напишут люди о том что у меня есть вот такой вопрос и я хочу узнать очень много информации не о самом человеке а ситуации для того чтобы понять во первых могу я вам быть полезны или нет то есть тот или я человек или нет это один момент и второй момент полностью углубиться в ситуацию и сразу по крайней мере предварительно до проведения консультации понять чем корень проблемы потому что не всегда то что вы мне пишете до корень проблем заключается в этом а поскольку я все-таки копаю достаточно глубоко а я хочу вскрыть тот нарыв ту причину до что послужило того не тому неудовлетворению вследствие что вы видите сейчас я должна разобраться в ситуации поэтому обязательно отвечайте пожалуйста на вопросы это как бы так сказать это не просто рекомендация а это во первых это тот момент очень полезны для вас потому что когда вы отвечаете на вопросы которых я вас там прошу вы уже в процессе проговаривания как говорится мысли вслух вы уже находите решение для своих задач иногда решение она на поверхности достаточно его только проговорить такое тоже было часто да то есть не дойдя до консультации человек уже нашел а ответы на свои вопросы уже приходит с другим абсолютно вопросом поэтому пожалуйста быть очень внимательным по крайней мере на моем канале то о чем я вас прошу либо то что я говорю внимательность это очень важный фактор нашей жизни когда эпоха больших скоростей да когда все меняется учитесь управлять своим вниманием это ваша жизнь это ваша сила на самом деле так а мы приступаем к сегодняшнему непосредственно нашему раскладу три позиции голубой зеленый нет вот так поменяю потому что в прошлый раз помню тоже так было голубой красный зеленый камешек первая позиция 2 и 3 выбирайте пожалуйста мы с вами будем смотреть сегодня на метафорическим этих картах маккар так все они и может быть возьму все о нем потому что не столь важно пол на сколько изображение картинок вот и на эпическом 2 мы посмотрим что хочет ваша душа у нас будет один вопрос конкретно не буду задавать другие вопросы просто постараемся понять что вы хотите на данный момент понимаете что вопрос всегда идет в разрезе момента здесь и сейчас то есть завтра вы проснете вас будет другое настроение вы будете хотеть абсолютно другое поэтому всегда смотрим в разрезе момента здесь и сейчас надеюсь вы определились со своим выбором позиция номер один голубой камешек эти два камешка мы отодвигаем и приступаем позиция номер один что хочет ваша душа 2 так 2 ваша душа хочет сейчас перемен и причем знаете перемен каких-то возможно на эмоциональном плане да то есть это не обязательно личная жизнь сколько здесь идет ощущение того что вы достаточно опустошены да то есть у вас есть чувство что уже нечего давать да то то чем я был была наполнена я уже в принципе все отдал и вот хочется что-то для себя хочется что-то для своей души хочется каких-то эмоций каких-то новых переживаний хочется сказать жизни до каких-то красок страсти сил здесь не хватает понимаете здесь как будто бы вот вы отдали абсолютно все что могли во первых здесь действительно не хватает сил с другой стороны мне идет картинка как будто бы земля достаточно сухая и она прям найти вот жажда чтобы ее кто-то полил вот у вас есть жажда за эту воду жажда за эмоции за ощущение за чувства я не говорю о каких-то знаете вот а радости веселья нет а здесь какое-то вот прям какие-то глубокие такие связи эмоциональные какие-то связи с людьми вообще с миром вам хочется какой-то вот глубины перемен в чем вам хочется перемен вот хочется мне спросить в чем вам хочется перемен знаете здесь ощущение того что вот вам хочется быть самим собой хочется сбросить вот это вот вот эти вот все маски а все вот эти вот костюмы одеяния и а вот ощущение здесь того что хочется галышом пробежаться по какому-то вот полю открытому пространству там где есть трава высокая до а вокруг вот я вижу к это поляна с высокой травой зеленый солнце светит очень ярко и где-то неподалеку лес речка вот прям знаете вот как-то по взаимодействовать с природой да что вот прям пробежаться чтобы трасса села на ваше тело здесь ощущение того что вот хочется жизни видите даже тела я ощущаю что вот она хочет росы хочет этой воды как-то напитаться хочется вот внять вот эту вот жизнь то есть может быть для кого-то перемены вот все уже как-то устали и хочется каких-то перемен именно ярких перемен чтобы заново вот какого-то разнообразие новых каких-то впечатлений новых раздражителей в контексте не не то чтобы раздражали восприятие какого-то иного нового свежего здесь вот как будто бы глотка не хватает как будто бы долгое время вот вы были в каком-то закрытом помещении и вел воздух там сперты хочется открыть окна двери проветрить вот что-то такого обновления здесь вам не хватает обновление связи с тем что вам хочется принять себя есть какая-то часть вас которую вы не принимали то есть если вы допустим достаточно активный человек а то вам хочется нет здесь не так наоборот вы достаточно такой спокойный человек либо у вас в жизни все как-то вот устаканилось стало понятно ясно известный вот вам не хочется как раз таки вот этой вот знаете как у амазонок я не знаю как это объяснить пойти на охоту да как-то сейчас вот здесь ощущение такое что вот вы как будто бы на лошади если вы любите любите лошадей да вот здесь вот какая-то скорость и я чувство свободы ветер прям в лицо волосы развиваются и вот это вот прям знаете ощущение жизни вот вам не хватает глотка жизни вот здесь вот прям такие ощущения что еще вам вот эти вы части в себе примирить нужно а вы либо одну выбираете любую другую а вам нужно понять что вы не без темной стороны и без светлой страны вы не можете то есть и то и другое есть вы вам не нужно выбирать что-то вам вам нужно уметь пользоваться в нужный момент либо одной частью либо другой либо микс какой-то свой что еще хочет ваша душа ваша душа хочет чтобы ваше прошлое осталось позади вот прям чтобы вы никогда больше не оглядывались вот вы только ощущение того что вы приобретаете свою силу вы узнаете заново себя поэтому вот это вот чувство до никого такого полета открытые пространство вот очень хочется да не хочется вот это вот замкнутости и вы не хотите больше оглядываться назад вы не хотите жить с оглядкой назад вот вы хотите вот не то чтобы забыть да и начать с чистого листа нет а вы просто не хотите смотреть назад вы не хотите чтобы ничего вам напоминал не напоминала прошлом вот здесь вот ваша душа хочет чтобы вы двигались только вперед и вот вы держите в руках вот это вот какую-то свою надежду нового себя новые какие-то свои идеи и а вы стрепетом идете вперед и вот прям даже знаете вот в голове как будто бы не хотите даже мысли впускать о том что что-то может и пойдет не так либо будет как было в прошлом нет здесь вот вы идете вы открыли дверь вот в это поле и все и вы не хотите даже ну то есть нету прошлого я не знаю как объяснить вот для вас она уже не существует вот даже оглядываться я не буду в это прошлое что еще хочет ваша душа ну вот ваша душа сейчас и собирает себя собирает свои осколки до собирает свои осколки вы то что было разбито то что осталось видимо в прошлом вы собираете себя заново да поэтому то есть вот это вот ощущение какой-то новизны какой-то вот такой свежести вы как знаете вот кубики до был собран какой-то какая-то фигура и кубики упали и вот вы их заново собираете но уже в другую фигуру ту которой вы хотите то есть то что было в прошлом уже разрушена да вы не хотите заново это создавать а вы хотите создать уже что-то свое вот опять таки вот это вот оглядка в прошлое вот это вот оглядка в прошлое она как-то вот связывает ваши ваши ноги вы не можете двигаться вперед да то есть вот как-то еще я не знаю может быть там есть какие-то обязанности до в прошлом которые еще связывают может быть есть какие-то воспоминания может быть что-то еще полностью не развязана то что было у вас вашим прошлым и поэтому вы как-то оглядываетесь может быть здесь такое ощущение что вы кого-то может быть оставили и вот вы идете уже в новое но все равно как как будто бы есть какая-то оглядка назад а вдруг все-таки это вернется а вдруг этот человек появится в моей жизни кто-то хочет мороженое интересно здесь так кто-то короче знаете вот у вас как будто бы такой вот философское сейчас на на настроение просто быть я не знаю как это знает как это облачить форму словесную но здесь ощущение что я просто хочу жить не по правилам не как-то без формы просто жить просто быть вот я вижу человека который идет по набережной до осмотрит на море и ему просто хорошо он не думает о завтрашнем не он не думает о каких-то планах а каких-то нужно он не думает вот у него голова без дум без думок пустая голова ему от этого хорошо понимаете человек просто есть и он кайфует от того что он есть от того что не надо о чем-то подумать не надо о чем-то мечта вообще ничего не хочу я просто есть и мне это нравится вот вы получаете удовольствие от того что есть вы уходите от того чтобы не знаете как будто бы что-то программировать да вы уходите видимо раньше вы жили так таким образом на вы сейчас приходите к пониманию того что книга пишется в процессе то есть пока есть процесс есть жизнь пока вы что-то делаете есть смысл как только вы это перестаете делать это теряет смысл вот у вас какая-то вот такая сейчас новая философия вы действительно сейчас перерождаетесь причем перерождаетесь ваша трансформация перемена они идут на уровне понимания вот вы как будто бы вы высвободили высвободились из плана из тюрьмы своих мыслей да то есть раньше как будто бы мысли вами управляли вот вот думали думали были в плену у них а сейчас как будто бы вы поняли что вы хозяин своей жизни не мысли и отсюда у вас как-то голова пустая стала вам легко как-то стало и вот ваша душа хочет нового вот такого опыта новой жизни не то чтобы бессмыслей а вот чтобы было вот это вот легкость в голове вот пустота которая может заполняться в любой момент по вашему желанию тем чем вы хотите вот здесь вот так вот такой вот первый вариант голубенький камешек мы с вами идем к варианту номер два и красненькому камешку что у нас здесь что хочет ваша душа здесь вы хотите как будто бы поехать на отдых кто-то а кто-то здесь хочет знаете раз прям такая вот у человека ностальгия по какой-то своей силе возможно у вас был какой-то опыт и вы ощутили себя вот полные свои силы силе здесь у кого-то такое было я не знаю может быть какую-то практику делали и вот прям вот почувствовали себя как-то по-особенному здесь ощущение того что вот какой-то вас ваш потенциал какой-то дар что ли какая-то способность у вас открылась может быть на время и вы это прочувствовали и вот вы хотите либо это было просто какое-то состояние и вы хотите заново к нему вернуться вот прям ностальгия да вот вы знаете так обычно бывает куда-то ездили в отпуск на лето хорошо там время провели потом приехали смотрите на серые на серую обыденность и вам хочется вот вы мысленно как будто возвращаетесь туда только здесь речь идет не о каких-то хороших моментах переживаний а именно о ваших каких-то возможностях вот здесь ваш внутренний мир ваша внутренняя сила как-то была проявлена ощущение того что вы хотите как-то выбраться из какого-то своего лабиринта то есть вы ищете выход и у душе и не знаете то есть вы зашли когда-то в какую-то ситуацию потому что вам так хотелось а сейчас вы как будто бы не можете найти выход и как зазеркали да вроде бы везде вокруг миражей выхода но это лишь миражей вы не можете выйти из этого поэтому видимо у вас есть вот это вот ощущение свободы до вашей силы вашего таланта что я хочу я хочу вот это вот ощутить свободу вот эту да я хочу выйти из какой-то ситуации то есть вы здесь находитесь какой-то ситуации и чувствуете себя как будто бы в заточении и поэтому вы рисуете для себя здесь какие-то варианты того как может развернуться ситуация чтобы произошли перемены то есть вы ищете разные способы для того чтобы изменить какую-то ситуацию но не на путем влияния на ситуацию а каких-то своих внутренних перемен то есть вы хотите измениться вот ваша душа хочет каких-то внутренних трансформаций вот здесь ощущение того чтобы как будто бы взять расклад подойдет только женщинам есть смотрят мужчины перезагадайте чисто женская позиция ощущение того что вы хотите исцелить вот эту вот свою женскую какую-то силу вы хотите выпустить эту какой-то вот свою мудрость понимаете здесь вот я вижу просто знаете лес и какой-то вот танец шаманов что ли вокруг костра и вот вы главное лицо вы танцуете но танцуете не как-то конкретно вот под музыку а именно под бубны и вот этот вот ритм он как-то знать вот высвобождает вас от каких-то программ что ли оков и вот вы просто позволяете ну я не знаю это вот когда выздоровление происходит уже когда температура ушла да и происходит выздоровление человека и процесс он сам по себе идет если вы как-то не влияете на него здесь идет нужда в каком-то высвобождении каком-то исцеление что именно с чем это связано здесь вот как-то так такая ситуация что вы хотите исцелить я не могу понять какие-то знания вот вы хотите то понять ну с одной стороны верховная жрица с другой стороны императрица ну как это вот вы хотите исцелить себя знаете из позиции человека знающего ведущего в человека который знаете вот получает удовольствие от материальных благ человек который живет в удовольствие то есть здесь как будто бы вы вы хотите высвободить свою душу что ли как будто она была в плену каких-то знаний каких-то может быть кто-то вот какое-то влияние на вас я не скажу это магическое потому что это очень точечно но здесь ощущение того что вот вы как будто бы были под каким-то влиянием и вы ищете выход знания способ как можно сделать так чтобы выйти из этого плена выйти из этого влияния и начать жить вот прям быть вот именно знаете как-то женщиной женщины что со влиянием здесь я не могу понять а здесь влияние как скорее всего про отношения потому что может быть вы хотите выйти из-под влияния либо неважно каких нынешних отношений прошлых неважно с партнером потому что здесь влюбленные выпадают до говорящие здесь влюбленные не выборе а здесь именно вот про любовь здесь такое ощущение как будто вы хотите выйти из плена меня своей влюбленности так это может быть привязанности к человеку да причем здесь человек пользовался вами здесь человек как будто бы брал от вас больше чем надо было и вот здесь вы как будто бы ощутили себя какой-то вот слугой до уже этого человека знаете вот здесь вот картинка такая какая-то вот лаборатория все покажу чем не показывают я не знаю может быть это кому-то понятно будет потому что у меня вот прям абсурд того что я вижу и не могу понять как будто вы знаете лаборатория и вы являетесь каким-то научным сотрудником очень важным и вас там держат специально потому что только вы как-то вот можете этой лаборатории управлять и что-то там делать и находить но вы уже настолько истощены что вы уже не можете как будто бы работать порождать вот какую-то необходимую информацию на вас оттуда не выпускают да вот вы стали как будто бы заложником вот этих своих знаний потому что только вы это знаете вот если вас оттуда убрать то вот это вот весь это там тура шла лаборатории все такое одно исчезнет то есть вы стали как будто бы заложником какой-то вот вот этих своих знаний и вами пользуется пользуется а выгода вам от этого никакой нет вот вам хочется как будто бы вот выбраться из всего этого и ну не то чтобы быть простым человеком а вот как-то начать жить больше радоваться что ли ну то есть вы не хотите больше чтобы вами пользовались понимаете потому что вас настолько обесточили что вам самим уже как будто бы не хватает этих ресурсов то есть вы даже если это допустим и не отношения а вот влияние в знаний как будто бы столько много в себя уже взяли что пора и вы привязываете вас ощущение того что вот вы уже как будто бы без этих знаний не можете бы настолько привязались вам говорят оставь это оставь то есть все что ты уже научился все чему-то научился что ты уже знаешь этого достаточно идеи делай вот как-то так что я не могу понять саму картинку вам то она понятнее вы ее на себя примеряете а у меня пока понятия нету но однозначно если как-то вот подытожить я могу сказать что вам здесь хочется именно вот этих вот перемен выйти из своего зазеркалья обрести внутренний стержень все я поняла вы хотите перемен вы хотите обрести себя какой-то свой внутренний стержень убрать вот это вот давление влияние на вас вот это вот зависимость и выйти и уже как-то но здесь выйти я не знаю здесь откуда вы выйти хотя из какого-то давление какого-то влияния куда-то вы хотите выйти на свободу вот двоечки здесь у вас вот такая информация была и мы с вами переходим к позиции номер три и зеленому камешку что хотите здесь вы что хочет ваша душа ну блин что мы хотим покажу картинку а правда новозеркально вот старуха корзину тащит авоську тащит ну что хочешь что можно сказать здесь все прям женщина как говорится составилась за этим хозяйством все это убирать все это тащить все это делать вам хочется какого-то такого облегчения все это сбросить груз какой-то смотрите вот позиции то есть первое да хотите сбросить и сразу вторая картинка где мама готовит с ребенком ребенок кормит птичей который вылетает вот вы хотите как раз таки вот такой знаете какого-то высвобождение вылететь как эти воробьи в окно здесь прям доминирует розовый цвет какой-то любви высвобождение теплоты ощущение того что найти хоть как это как детстве хочу прийти к маме до чтобы она меня защитил чтобы я ни о чем не думал так села и все накорми меня мама на твою меня мама реши мои задачи уже ничего не хочется какой-то вот какая-то усталость здесь присутствует да и хочется хочется все бросить хочется все бросить надоело все что же вы хотите тут бросить да и шут обнуление что вы хотите вы хотите все бросить и хотите все начать заново причем знаете начать заново и пойти в том направлении в котором вы хотите но вам здесь нужно понимать что на самом деле вопрос на в направлении и не в обнуление а вопрос том что то чем вы наполнены и то есть шут в данной колоде говорит в эпическом 2 говорит нам о том что куда бы вы не пошли чтобы вы не делали да вы создаете тут чем вы наполнены то есть вам нужно обращать внимание на свое внутреннее наполнение то есть пока вы не сбросите свое прошлое не обратите вы не сможете наполниться а наполняетесь вы тем чем захотите в данный момент исходя из этого вы уже выстраиваете свой новый мир например если вы хотите поменять настроение вам нужно сначала опустошиться отказаться от того неприятного настроя да и после этого понять зачем сейчас я наполнен я хочу допустим ну я не знаю какого-то веселье до какой-то радости сонастроить себя на это настроение и дальнейшем куда бы не пошли если у вас есть это настроение если у вас этот настрой есть вы исходя из этого настроя будете все создавать для себя свой путь и вот здесь вот сейчас у вас краски настрой на то что вы тащите какой-то груз здесь возможно есть какая-то ответственность какие-то обязанности возможно ли сбросить да конечно и выпрямиться возможно все ваших руках но вы почему-то этого не делаете вот хочется спросить почему почему вы не сбрасываете вот этот вот груз на со своих плеч зачем вы его тащите вот здесь вот у нас выпал аркан звезды а здесь все зависит от как раз как то здесь то есть про то же самое да орган звезды говорит что есть две стороны есть темная и есть светлая когда у тебя есть красота в душе тут эту красоту видишь во всем мире когда ты то есть не все то что блестит золото надо не замечать темная светлая двойственность а надо видеть мир таким каким он есть в контексте того что и в темно есть что-то светлое то есть вот вашей ситуации в которой вы не можете сейчас как-то избавиться от этого груза может быть здесь соответственно за семью ответственность кого-то беременность может быть беременную как сбросишь пока не родишь как это время ты не сброситься здесь надо просто знаете как сразу как рекомендация посмотреть на эту ситуацию найти мне что-то хорошее то есть найти что-то созидательное что-то позитивное в этой ситуации и тогда отношение ну либо отношение к этой ситуации поменять то здесь надо смотреть на ситуацию по другим углом если бы выпал повешены на то было бы краски про это здесь речь идет о том что четверку кубков в этой колоде говорит о том что пока вы спите вот ваша полностью внимание она переключена носом и параллельно настоящем мире где находится ваше тело там все разлагается то есть там все отмирает карта говорит о том что пока вы бездействуете пока вы не обращаете внимание на какие-то вещи там нету жизни а когда нету жизни вы приглашаете незваных гостей паразитов которые разрушают то чем вы не пользуетесь и здесь ваша душа говорит о том что а обратите внимание на те моменты на которых вы не сфокусированы то есть вы полностью свою энергию как-то направляете какие-то обязанности в какие-то тружит трудности до сложности а там где куда вы не смотрите да там вот все идет какое-то разрушение то есть как-то вот вы однобоко смотрите на ситуацию пока вы смотрите на нее однобоко да вот как во сне все остальное теряет какие-то краски для вас спрашиваю что нужно сделать выпадает отшельник то есть не быть нуждающимся а шелик и отшельник здесь в эпическом таро говорит о том что когда только вы поймете что вы можете себя накормить какими-то своими внутренними ценностями и состояниями вы перестанете просить это и быть нуждающим от других людей то есть когда вы поймете что все что вам необходимо есть внутри вас вот в данном случае здесь речь идет о настроении пока вы не поймете что необходимое вам настроение она внутри вас вы на то она и слова на строение настройка я настраиваюсь кто я вот пока вы это не осознаете что вы можете управлять своим настроением настроение с точки зрения физиологии это гормоны а гормоны это наш иммунитет здесь получается что у вас нет настроения у вас нету сил вы начинаете болеть потому что иммунитет падает вам нужно научиться управлять своими гормонами вам нужно научиться у про может быть действительно кому-то нужно обратиться к врачу и посмотреть свою щитовидку да и свой гормональный и лимфа тоже и гормональный сбой может быть здесь возрастные какие-то моменты коль здесь женщина взрослая нарисовано да идет гормональный сбой а может быть у кого-то идет гормональные сбои за беременности и поэтому нету настроения и вот здесь вот душа ваша хочет вот этого настроения настроение праздника настроение легкости хочет чтобы обратили внимание не на то что вот вы постоянно как-то что-то негативное замечаете а хочет чтобы вы переключились на на что-то хорошее на что-то красивое вот здесь душа хочет чтобы вы начали замечать красоту внутри себя вот она прям знаете как будто бы говорит вот посмотри посмотри на свое сердце обрати внимание на свое сердце обрати сколько там красоты и сколько там любви здесь нарисована девушка которая как-то срывает листы то ли со своего дневника то ли с тетради что-то и вот пусть бросает на речку прям и река это уносит здесь как будто бы ощущение того чтобы вы хотите какого-то забвения до хотите вот избавиться от чего-то но в данном случае здесь вот как-то вот настроение что-то вас какая-то грусть на вас напала что-то вы хотите оставить вот прямо позади от чего-то хотите избавиться а вам рекомендация здесь не избавляться от этого а увидеть какая польза от этого кем вы стали благодаря тому что вот это было вашей жизни то есть как вот это то чего вы хотите избавиться повлияло на вас как вы стали другим человеком как если бы этого не было вашей жизни кем бы вы были вот подумайте над этими вопросами вот я говорила про отшельника да то есть я бы не удивилась вот и выпадает краски 12 аркан на отшельник повешенных пересмотрите свое отношение до убийцы убийцы здесь немножко по другим ракурсом да что это был ваш какой-то урок что из-за этого вы поменялись может быть она неприятная но вы стали другим человеком как бы иначе вас могли поменять изменить если бы у вас не было вот этого урока и десятка жезла вот шоу старуха напоминает мне десятку жезла жезлов что здесь но здесь десятка жезлов в колоде эпического таро она говорит о том что теперь когда все пазлы сложились теперь когда уже известны все составляющие до данной ситуации вы только сейчас то есть когда уже известны роли всех героев которые участвовали вы сейчас можете уже увидеть масштабно глобально всю ситуацию ну то есть все пазлы сложились и понять что это не конец а это начало и книгу нужно продолжать писать то есть сейчас к вам приходят понимание почему были вещи либо эта ситуация с вами случая для себя на таким образом для чего и вот это вот как раз таки как пересмотр то есть именно сейчас возможно вы увидели узнали все составляющие ситуации и благодаря этому смогли сложить весь пазов и это не является концом то есть теперь вы как человек знающий ведущий можете продолжать писать книгу то есть это не конец переписываете книгу вот здесь вот это вот девушка то что я вам говорила да переписывайте свой дневник переписывайте свою страницу свою книгу так как вы хотите потому что теперь у вас есть опыт потому что теперь вы не нуждающийся человек по отшельнику да он просит чашу держит впереди а вы являетесь как раз таки шутом на выявляетесь на выявляетесь тем человеком который осознал чем он наполнен и и теперь исходя из этого да куда бы он не пошел он свою наполненность будет носить собой и он будет этим делиться вот такая вот здесь была третья позиция жду ваших комментариев ваших истории о чем здесь шла речь и что хотела ваша душа а я с вами прощаюсь до пятницы до рассказа добра отношения до новых встреч пока пока